В одном из старейших университетов Бостона, в аудитории, где стены хранили следы мела и бесконечных формул, шел обычный день. Профессор высшей математики, доктор Уильямс, читал лекцию студентам о сложных интегральных уравнениях. Атмосфера была напряженной, впереди был экзамен, и большинство студентов пытались хотя бы уловить суть, не говоря уже о том, чтобы понять глубину материала. Во время обсуждения одной из задач, кто-то уронил коробку с мелом. Белые кусочки рассыпались по полу, раскрошились, заполнив пространство под доской мелкой пылью. Профессор прервал лекцию и попросил ассистента вызвать уборщицу, чтобы та привела в порядок пол. Через несколько минут в аудиторию вошла женщина в форме уборщицы, Анна. Ее часто видели в коридорах кампуса, тихая, с вежливой улыбкой, всегда с ведром и тряпкой. На нее редко обращали внимание, она словно была частью фона. Пока Анна собирала мусор и подметала мел, профессор, пытаясь разрядить обстановку, в шутку произнес. «Господа, вот задача, если даже наша уборщица сможет ее решить, значит вы тоже сможете». И он показал формулу, сложную, с множественными переменными и граничными условиями. Анна услышала. Она подняла голову и вежливо, но спокойно сказала. «Можно взглянуть поближе». Аудитория засмеялась, но профессор, играя на публику, жестом пригласил ее к доске. Анна положила швабру, вытерла руки салфеткой, подошла и начала вглядываться в уравнение. Несколько мгновений, и она взяла мел. Сначала было неловкое молчание. Но затем первые строки вывода. Ее почерк был четким, уверенным. Она не объясняла, просто писала. Прошло пять минут, стало понятно, что она двигается к решению. Еще пять, и на доске красовалось аккуратное, полное, строгое доказательство. В аудитории стояла тишина. А потом аплодисменты. Настоящие, искренние, шумные. Профессор Уильямс смотрел на доску и не мог поверить. Он прошел к Анне и спросил, где она научилась этому. Оказалось, в прошлом она преподавала математику в другой стране, но, переехав в США, не смогла подтвердить диплом. Работы по специальности не находилось, а семья нуждалась в деньгах. Она пошла туда, где брали без вопросов, на должность уборщицы. Этот случай стал поворотным. Университет помог Анне восстановить документы. Уже через несколько месяцев она вела семинарские занятия, а позже стала приглашенным преподавателем. С той самой лекцией в университете ходила история, как одна женщина пришла вытирать пол, а в итоге вытерла доску и утерла нос всему залу. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.